Вот все, что голубое, вот это голубое, ну, синее, голубое, это береза. Все, что рыжая сосна, а где-то еще кусочек с елями и даже квадратный метр кедра. Александр Гришков отвечает за состояние более 13 тысяч гектаров леса. Они вроде и живые, но нет, я говорю, она уже на 70 процентов, она мертвая. Этим березам под 80. Простоят и дольше, но это опасно, говорит Александр Валентинович. Ветхие рано или поздно они не выдержат и упасть могут на грибников. Осенью здесь полно опят. А при пожаре лишь ускорят движение пламени и затруднят проезд, как здесь. Поэтому лесники и берут в руки пилу. Лес просто ложится. Природа может отрегулировать. Через смену пород, то есть вот она сосну положит, на этом месте вырастет лиственное насаждение. Потом может быть только возгноится сосновая. То есть только через смену пород, но представляете, это 100 лет надо. И вот наглядный признак старости дерева – темная сердцевина. Вот видите? Сердцевинный гниль. Да, это вижу. Да. А вот? Вроде не видно. Нет, вот ее видно. Вот. Вот видно. Вот видите, она цвет у нее, цвет другой. Если его оставить на корню дерева, вот здесь все будет увеличиваться. Вот такие вещи, они дойдут и сюда. Некоторые называют лесоводов варварами, говорит Александр Валентинович. Причем за 40 лет в профессии слышит это лишь в последние годы. Неприятно, признается он. И приводит в пример мир человека. Ведь молодым нужно куда-то в прямом смысле расти. Поэтому и важен труд лесовода. Только они охраняют барыд пожаров, проводят рубки ухода, создают новые леса. Площадь нужна была один гектар. Мы запроектировали и посадили там культуру. Вот там не было ничего. Понимаете? Вот прошло 20 лет. 20 лет прошло, а сейчас там уже масляты. Первое впечатление такое, что да, вот пришли, далеко не созидатели. А вот знаете, спустя 5 лет, возьмем срок, 5 лет, вот там уже видно, что лесу хорошо. То есть там подрост пошел, он уже хороший, пятилетний. То есть он вот такой, не такой вот, как вот, если вот здесь вот найти ее, она ростиком такая же, вот метр. А возраст ей лет 30. А этот в 5 лет вот такой. То есть ее видно, он веселый, жизнеспособный такой. И оставлять его без присмотра Александр Гришков пока не собирается. Скоро отметит на карте новые участки молодевшегося леса. Кстати, за 12 лет площадь только ленточных боров в Алтайском крае увеличилась на 50 тысяч гектаров. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.